Девушки отдыхают Проблема терзает не только наши сердца и умы, но и большую часть нашего любимого форума. Это проблема отсутствия топового реактива у стран оси. А как же вот Швальба? Швальба уже никак не может бороться с свистками корейской эпохи. Если на данный момент ее насилуют во все дыре Шутинг Стар и Пантера, то говорить о том, что с ней делают МИХ-15 и Сейбер, по этому поводу сказать у меня ничего. Ну, я попытаюсь выдвинуть вопрос, который наверняка вы встречали уже на форуме. Точнее, не вопрос, а тезис. Но ведь немцы проиграли в этой войне. Зачем им топовый реактив? Дело в том, что в игре от Ольграша поражение Германии и Японии всех сторон оси во Второй мировой войне. У нас здесь игра. И в ней представлена техника до 1953 года. И, соответственно, с точки зрения баланса, послевоенная техника встречается с техникой Второй мировой войны. Ибо, как известно, Германия на момент Второй мировой была лидером в авиации, танкостроении и во многих других сферах. Также не стоит забывать, что в нашей с вами любимой игре игроков, которые играют со стороны оси, около 20%. И расстраивать этих игроков было бы не лучшим решением, как со стороны геймплея, так и в финансовом вопросе. Компании Гайдзин Энтертейн. Окей. Ну, тогда, ребят, колитесь. Что же это за самолет, которым вы предлагаете решить проблему 20-го ранга? На самом деле, это самолет шведский. Это СААП J29. Так, а какое отношение все-таки имеет к Германии? Вопрос в том, что этот самолет имеет очень много общих черт с детищем известного авиаконструктора германского курта Танка. Также в этом самолете использованы германские инженерные мысли и над ним работали общими усилиями как германские инженеры, так и шведские. Поэтому он вполне может подойти. Но на выражении Германии он не стоял даже после войны. Ну, естественно, после войны. ФРГ там или ГДР? Да, несомненно. Многие могут помнить, у разработчиков была идея выдать Германии, либо МИГи, либо Сейбры. Но, насколько нам известно, от этого решения разработчики отказались ввиду полной абсурдности исторических боев на пятом ранге. Получается, какая-то война клонов, согласитесь же? Пожалуй, да, соглашусь. Я тоже был против этого варианта, если честно. Хорошо, ребята, а вот все-таки СААБ, ну, как-то далековато Швеция-то. А вот что думаете насчет там Швальбы, АШК-3? Данный самолет является бумажным. И, как говорили разработчики, бумажные самолеты очень сложно настраивать. Ввиду отсутствия достоверной документации и даже результатов испытаний в аэродинамической трубе. В таком случае, не могу не спросить, а вот у предлагаемого вами СААБа, у него вообще какая-то история полетов или хотя бы испадания, она присутствует? Да, конечно. Первый полет СААБ совершил в 1948 году. И в нем использовалась движительная установка Рос-Ройс. Если быть более точным, то тяга у него равнялась 4750 фунтов, что примерно равно 2300 килограмм. То есть, если вот по динамике, да, допустим, ну и полетным характеристикам сравнивать с теми же МИГами или САЕБРами, то как это все выглядит? По динамике полетов он будет с ними примерно наравне, конечно, с некоторыми особенностями его ЛТХ. Да, мы сказали о том, что был английский двигатель, но не стоит забывать, что практически все наработки по германским реактивным двигателям ушли в Великобританию после войны. Так что этот Рос-Ройс можно считать дальним бросовником немецкого двигателя. И даже не настолько дальним, как вы можете подумать. И также бы я хотел добавить, что СССР в свое время для своего МИГа 15-го купила у Великобритании лицензию и несколько образцов Рос-Ройса. Окей. А вот касательно вооружения, что там у него вообще? По вооружению у него четыре 20-мм пушки Бохарс. Они, по сути, являются лицензионной копией Хиспан МК-5. Раз уж мы коснулись оружия, а воевал ли этот самолет вообще? Не принимал ли участие в боевых действиях? Да. Он принимал в миротворческой операции в Контор. Хотел бы кое-что дополнить и напомнить вам, что многие самолеты, представленные в игре, они не принимали участие в боевых действиях. То есть, иными словами, это не является решающим фактором при вопросе введения самолетов? Да. Не стоит забывать, что тот же И-185 просто летал над линией фронта и в особых боевых действиях не участвовал на самом деле. Также некоторые самолеты вообще на вооружении в нашей игре не были приняты. Все-таки вот по ЛТХ мы как-то начали с двигателя и им же закончили. Как вот вы себе представляете именно тактику применения, опять же, в свете таких конкурентов, как тот же МИК или Сейбр? Усильные стороны данного самолета это скорость и маневренность. То есть, он может убежать от Сейбра или МИКа, он может от них уклониться. Максимальная скорость этой вещи является 636 миль в час. Хорошо, но разве это тогда не дисбаланс получится? Ну нет, ни в коем случае, ведь у МИКа и Сейбра выше скороподъемность. Намного ли? Очень существенно. Они всегда будут значительно выше его. Окей. Почему вообще вот именно этот самолет? Вы его как-то нашли путем выбора между несколькими кандидатами. Почему именно вот на нем остановились? Мы остановились на нем по той причине, что, как мы и знаем, вариант с бумагой и Сейбром и МИКом были отклонены. И из других кандидатов, которые мы рассматривали, был еще и аргентинский Пелуги, который разработал Куртанк. Но в данном случае у данного самолета довольно-таки низкий ЛТХ. И он никак не может бороться с МИКами-15 и Сейбрами. То есть, фактически, шутинг Стара, он, словим, пополам потянет. Но, к сожалению, баланса уже между более совершенной авиацией не будет с ним. Да, и вот сейчас в поисковичок вбил этот самолет, о котором вы говорите. И нашел здесь весьма интересную строчку. Это управляемое вооружение. Разве это не внесет мне какие-то дисбалансы в игру? Нет, не внесет. Что это за вооружение? По-конкретнее можно? Управляемое вооружение – это самонаводящиеся ракеты «Воздух-воздух». Они были установлены уже в модификации после 1953 года. Если быть точнее, в конце 1955-го. Как мы и знаем, в игре представлены самолеты, которые были произведены до 1953-го года. Не только самолеты, но и снаряды, всякое оборудование тоже до 1953-го года. Поэтому разработчики не будут делать тут исключения и не будут ставить эти ракеты. Хорошо. Значит, что, по летной модели подходит, допустим, по вооружению, допустим, подходит. А вот какой камуфляж на него тогда повешать? У нас же все-таки в игре исторические камуфляжи, как правило, используются. Но раз не было прецедентов использования немцами этого самолета, то как вот быть с этим вопросом? Вопрос задан весьма интересный. Опять же таки, у этого самолета есть очень неплохие шведские камуфляжи, хорошо выглядящие, легко различимые. Также, если не ошибаюсь, от третьего прототипа камуфляж очень похож на тот, который сейчас нанесен на самолет Комета. То есть, МЕ-163, и он бы мог подойти. Но не стоит забывать, что у нас игра. Некоторые условности тут допустимы, и поэтому разработчики могли бы нарисовать, соответственно, германский камуфляж на этот самолет. Кстати, вот, ребят, предлагаю немножечко отойти от СААБа. Сейчас, вот, вы знаете, какие-то метаморфозы происходят с Кометой. На форуме, я видел, люди требуют, чтобы его все-таки перевели к историческим характеристикам. Что вы по поводу этого всего думаете? Не станет ли так, что Комета будет бесполезной? Да, она станет бесполезной, если для нее не будут созданы условия, в которых она себя прекрасно чувствовала. Если Комета приведут к историческим ЛТХ, то, соответственно, она должна воевать с историческими противниками. То есть, максимум из истребителей она должна встретить Нустангов, а из бомбардировщиков Б-17 и Б-24. Она станет идеальным перехватчиком бомбардировщиков. Больше ей просто не позволит количество топлива. Хорошо, ну тогда вот давайте представим себе такой момент. Допустим, все-таки люди, которые кричат за то, чтобы Комету понерфили, да, как мы выражаемся иногда. И в свою очередь разработчики, ну допустим, сделают так, что она будет попадать против своих исторических, да, предполагаемых соперников. Не станет ли это дисбалансом, опять же, в свою очередь, но только уже по отношению к тем же самым союзникам. Ну, то есть, вот бомбардировщики, на них вообще станет летать невозможно, да? На Мустанге, ну, если по количеству балансить, все равно как-то не айс по-моему, нет? Даже сейчас бомбардировщикам летать очень тяжело, так как бомбардировщики четвертого ранга в той же Комете попадают. И так же само она их великолепно перехватывает. Но не стоит забывать и о других бомбардировщиках, например, таких, вместо которым ранги на 24-м минимум, и это Арада. Погнали, вот такой вопросик. На форуме тоже достаточно часто бывает и видел много тем подобных с предложениями тех и иных машин на роль топовых немецких реактивов. И очень-очень много комментариев, значит, мягко говоря, негативный характер. Люди кричат, что нет, немцам ничего не нужно, то есть, будет дисбаланс, да, какой-то. Пусть все остается как есть. Что думаешь по этому поводу? Множество пользователей, они просто-напросто боятся увидеть достойных конкурентов для своих самолетов корейской эпохи. Как мы знаем, на данный момент Шутингстары и Пантери, они просто-напросто избивают беззащитных Швальб и Саламандр. И даже Комета, которая якобы уфалетит, она не может ничего сделать с гработным Шутингстаром. Ибо Шутингстар ее переклимбит, он ее догонит и он от нее может убегать до того момента, пока у нее не закончится топливо. И я хотел бы сказать, что когда только начиналось обсуждение о немецких топах и главным кандидатом был АЖ-3, который присутствует на данный момент в релизной линейке, хотя разработчики уже говорили, что линейка не актуальна, то они главной причиной его невозможности ввода находили его бумажность. Когда стало известно, что бумажные проекты не будут реализованы в игре, и возможно место топа займет Сейбр или Миг, они начали возмущаться насчет того, что данные бои будут абсурдными. Ладно, давайте согласимся с ними. Но даже на разговоры по поводу ввода СААБа или даже итальянских реактивов, хотя в данном случае они не подходят во временные аргументы игры, так они сразу же нашли кучу необоснованных аргументов. К нашему огромному сожалению, очень много гневных комментариев авторам этих тем, очень много комментариев в духе страны АСИ проиграли войну, поэтому Германия соответственно должна страдать и прочих комментариев такого плана на наши скромные мнения неадекватных личностей, ведь они ведут себя эгоистично и не хотят, чтобы игроки, которым нравится летать именно на самолетах стран АСИ, имели хоть какой-то паритет с ними. Кстати, вот о странах АСИ, ребят. Мы с вами сейчас говорили о самолетах немецкой линейки, а может быть у вас еще есть задумки какие-то касательно японской, например? Ну по поводу японской линейки, то там все плохо. У японцев не было проектов, которые смогли бы поконкурировать с Сейбрами и МиГами. У них даже нет проектов, которые смогли бы поконкурировать с Шутингстарами и Пантерами. Соответственно, в данном вопросе возникают две мысли. Вот Сейбра, который был поставлен на вооружение Японии, если я не ошибаюсь, в 54-м году. И возможность высылать на помощь японцам немецкие топ-реактивы. На самом деле на мировой войне, да? Да, и не только мировой войны. Возможно, если японцы каким-то образом будут попадать в бои с корейскими реактивами, ну например в том же РБ, то к ним на помощь должны быть забалансены топовые германские реактивы. Я бы хотел сказать, что вполне возможно, что у японцев мог быть какой-то интересный проект. Но, к нашему большому сожалению, мы не оперируем ни литературой, ни достаточными данными, чтобы судить о возможности этой техники что-то делать. Даже если бы мы что-то нашли в архивах японских, это было бы на японском. А, к сожалению, японским мы оба не владеем. Кстати, вот вы на какую-то литературу, может быть, опираетесь? Откуда у вас все эти данные касательно ССАБа? Да, несомненно, мы опираемся на литературу. Я сейчас попробую обозначить зарубежные источники Паганеджиш, обозначить наши отечественные. Так вот, наш и наилучший источник – это книжка Андерсона. И это она в оригинале звучит САБ Aircraft Since 1937, что в переводе означает «воздушная промышленность компании САБ начиная с 1937 года». Там очень красиво это все описано. Также мы ссылаемся на книжку издательства Profile Publications The Saab J29. Это небольшая брошюрка, в которой обозначены основные моменты, основные ЛТХ. Также мы нашли такую великолепную вещь, как руководство под эксплуатацией самолета САБ J29, к сожалению, на шведском языке, которое датировано еще 1958 года. Насколько нам известно, книжка продается на ebay, а также находится в архивах Швец. Но нам, простым смертным, достать ее оттуда было бы очень непросто. Точнее, мы смогли откопать некоторые страницы из данной книги, но, к сожалению, полную версию найти невозможно, ибо правообладатель аблокирует все ссылки. Паганель, ты хотел осветить какие-то русскоязычные источники еще дополнительно? Да, но, к сожалению, что в случае с Маналом русскоязычные источники банятся правообладателям. Единственный источник, который мы нашли, это Константин Лагинов, реактивный истребитель Швеции. Окей, друзья, давайте вот под конец прямо озвучим основные характеристики этого самолета, подытожив, да, как бы все это дело. Что за зверя все-таки вы предлагаете ввести? В общем, как уже говорили, мощность двигателя у него в районе 2300 кг тяги, если быть точнее 4750 футов. Также у него все неплохо с топливом, то есть у него есть 875 литров, это в базе, и также есть подвесные баки, топлива должно хватать. По весу у него 12000 футов, то есть примерно 6 тонн, чуть-чуть даже меньше веса. По максимальной скорости. Максимальная скорость равна 636 милям в час, что немного превосходит как Мих, так и Сейбер. По скорости климба у него есть 7500 футов в минуту, то есть подниматься он будет медленнее, причем медленнее гораздо за наших конкурентов. Фактический потолок находится достаточно высоко, это 45000 футов. Разгон, характеристики разгона, характеристики торможения примерно соответствует остальным самолетам. По пушкам, напоминаем, это 4 20-мм пушки Бофорс, которые являются лицензионными пушками на базе Хиспан МК-5. Да, исчерпывающая информация. Итак, Паганель, Металхэт, большое спасибо, что поделились информацией, поделились идеей касательно всего этого. Думаю, это будет интересно людям. Ссылки на книжки, которые есть в общем доступе, мы дадим в описании к этому видео. Также некоторые странички шли в видео рядом, как вы уже, наверное, успели заметить. Ребят, спасибо еще раз, что пришли, спасибо за информацию, всего доброго. До свидания, спасибо вам, слушатели. Удачи в боях, до встречи.